Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Довольно часто, проводя транслактальное ультразвуковое исследование представительной железы, мы видим следующую картину представительной железы. В B-режиме каких-либо четко очерченных гипоэхогенных очагов мы не видим. Довольно четко есть граница между переходной и периферической зоной. При эластографии представительная железа равномерно картируется зеленым цветом с диффузно расположенными небольшими участками синего цвета. Это второй эластотип ПКМОЙ, который говорит о том, что низкая вероятность наличия рака. Здесь единственное, к чему можно придаться, это небольшие единичные асимметричные локусы кровотока в переходной зоне. Однако они довольно часто могут быть при доброкачественной гиперплазии, которая у данного пациента имеется. Здесь представлен скан предстоятельной железы на границе верхушки и средней трети. И сразу могу сказать, что при сканировании всей железы примерно такая же картина на всех участках. И все бы хорошо, только у пациента общий ПСА 13 нанограмм на миллилитр. Проведем ему МРТ, что мы можем увидеть на мультипараметрической магнитной резонансной томографии. Т2-звешенное изображение в периферической зоне визуализируется с нечеткими контурами гипоинтенсивные очаги до 13 мм в наибольшем измерении. На диффузионно-звешенных изображениях эти очаги умеренно гиперинтенсивны, умеренно гипоинтенсивны при измеряемом коэффициенте диффузии и при контрастном усилении рана умеренно накапливают контрастный препарат. Очаг соответствует критериям ПАРАС-4, то есть имеется вероятность клинически значимого рака. Пациенту провели биопсию предстоятельной железы и на тех уровнях, на которых мы сейчас рассмотрели, визуализирована аденокарцинома с суммой колесона 7, даже 4 плюс 3. Следующий пример. Выполнили ультразвуковое исследование пациенту, B-режим и компрессионная эластография. Видим диффузное повышение жесткости в транзиторной зоне. Ну, можем подумать, есть опухоль или нет, но раз повышение жесткости, то пластографии это, ну, возможно, подозрение на опухоль. Проводим магнитно-резонансную томографию. Видим переходные зоны, левые доли предстоятельной железы на уровне средней трети, визуализируется гипоинтенсивный очаг с нечетким контуром в 22 мм, наибольшем измерении, который гиперинтенсивен диффузионно-двешеных изображениях, ограничивает диффузию и активно накапливает контрастное вещество. Провели очаг, картируется, оценивается как пятый тип аппарат. Провели фьюжн-биопсию и в этом очаге обнаружена аденокарцинома сомы глиссона-7. Вот так все-таки эластография, она выявила рак или не выявила рак в данном случае? Давайте рассмотрим еще примеры пациентов, которым также была проведена эластография, и после этого пациентам проведена простатоктомия. Простатоктомия была проведена у опухоли, выявленных в периферической зоне, а в переходной зоне при УЗИ также выявлялись довольно обширные участки повышенной жесткости, но обычно связаны с узлами гиперплазии. Однако, после простатоктомии гистологи в переходной зоне рак не обнаружили. Соответственно, сказать о том, что мы на предыдущем примере выявили рак в пациентной жизни с помощью УЗИ, мы не можем. У любого метода есть свои преимущества и недостатки. Они же есть и у мультипараметрической магнитно-резонансной томографии и транслектального ультразвукового исследования. К основным недостаткам мультипараметрической мальты относятся высокая стоимость, длительность исследования, невозможность выполнения пациентам с ферромагнитными протезами и кардиостимуляторами. У транслектального ультразвукового исследования основные недостатки – это относительно низкая выявляемость клинически значимого рака, высокая операторозависимость и сложность архивирования данных. К преимуществам методов относятся у мультипараметрической магнитно-резонансной томографии – это высокая выявляемость клинически значимого рака, возможность архивирования данных и возможность оценки несколькими специалистами. При транслектальном ультразвуковом исследовании основные преимущества – это проведение исследований в реальном времени, мобильность и низкая стоимость исследования. И компромиссным вариантом, который способен объединить преимущества этих методов, является фьюжн-биопсия. Этому вопросу посвящено большое количество публикаций в иностранной литературе. Доказано, что фьюжн-биопсия увеличивает выявляемость рака по сравнению со слепой системной биопсией, особенно клинически значимого рака. И как же проводится эта фьюжн-биопсия? Для начала мы оцениваем очаг, подозрительный на рак, на МРТ. Оценка локализации очага основывается на схеме ПАРАЦ. Для примера рассмотрим мультиполиметрическую магнитно-разносную томографию. ПАРАЦ на Т2-озвешенных изображениях. У него нечетко визуализируется слабо гипоинтенсивный очаг, который умеренно гиперинтенсивен на диффузионно-озвешенных изображениях и гипоинтенсивен на измерении измеряемого коэффициента диффузии. И ярко накапливает контрастное вещество. Очаг можем оценить как четвертый тип. Далее происходит загрузка данных пациента. С диска записывается на УЗИ-аппарат. И происходит разметка тех участков, откуда мы хотели бы взять биопсию. В этом случае вот буква А и крестик здесь показано. Но более детально саму методику совмещения разберем уже при мастер-классе. После того, как мы загрузили эти изображения и отметили зоны, интересующие нас для биопсии, мы производим совмещение изображений МРТ и УЗИ. На данном слайде представлено ультразвуковое изображение и магнитно-резонансное изображение. На каких критериях мы основываем совмещение? Обычно это, во-первых, контуры железы. Во-вторых, это наличие каких-то участков внутри железы, которые можно выделить. Это могут быть кисты, очаги гиперплазии, кальцинаты. И также уровень, мы выставляем верхушку, совмещаем или основание, и, соответственно, тоже это помогает. Шейка мучевого пузыря помогает совмещать, например. На данном слайде представлено, во-первых, совмещение по контуру железы, контуры железы совпадают, а также увиден узел гиперплазии в переходной зоне, которая тоже совпадает. То есть в том случае сопоставление достигнуто. Однако, что мы тут хотелось бы отвлечься и показать, что на МРТ-изображении видим гипоинтенсивный очаг, который имеет характеристики ПРАЦ-5, а на УЗИ мы четко ничего не видим. Также совмещению помогают другие особенности. Например, тут у пациента состояние после трансуретральной резекции предстоятельной железы, и тут сопоставили по внешнему и по внутреннему, получается, контуры предстоятельной железы. Также в мочевом пузыре можем увидеть опухоль, которая также видна на ультразвуковом изображении. И вот после этого происходит прицельная биопсия. Ну, тут обычно подводим углу и стреляем. Тут самой биопсии каких-то особенностей нет особенно. Хотелось бы обратить внимание, что при фьюжн-биопсии мы прежде всего пытаемся вывести клинически значимую сумму глиссона. Данный параметр, он публикован во многих статьях, он включается в понятие клинически значимого рака, а в Европейской ассоциации урологов, в гадлайнах данной ассоциации, он также входит в понятие риска рака, низкого, промежуточного и высокого риска. И клинически значимую сумму глиссона принято выделять от глиссона 7, 3 плюс 4, включительно и выше. Итак, позвольте продемонстрировать несколько клинических примеров, которые показывают возможности фьюжн-биопсии приставительной железы. В первом случае пациент обнаружил у себя повышение простатоспецифического антигена до 17 анаграмм на миллилитр. После этого выполнили биопсию приставительной железы, обычную системную. Рак не обнаружен. Далее, за период менее года ПСА вырос до 36 анаграмм на миллилитр. И мы сделали еще одну биопсию, рак опять не выявили. Еще через полгода ПСА еще вырос, но потом немножко снитился, но все равно оставался на довольно высоких уровнях. Пациенту, наконец, выполнили магнитно-резонансную томографию. Выявили очаг ПАРАЦ-5, который локализовался в переднем отделе железы. Давайте посмотрим эти изображения. Т2-звешенное изображение. Видим гиперинтенсивный очаг с нечетким контуром, который гиперинтенсивен на диффузионно-звешенных изображениях, ограничивает диффузию и активно рано накапливает контрастный препарат. Ну, соответственно, размер его больше 1,5 см, это ПАРАЦ-5, безусловно. Выполняем прюжин-биопсию. После чего получили гистологию из данного очага Грисон-7, 4, плюс 3. Следующий случай. У пациента повышение ПСА до 8 мл, затем небольшое снижение, но тем не менее уровень повышен. Выполнили магнитно-инсонансную томографию, выявили очаг ПАРАЦ-4, тоже очаг в передней локализации. Выявлена биопсия предстоятельной железы, рак не обнаружен. Пациент опять повысился до 8 мл, общий ПСА. Выполнили повторную биопсию простаты, рак опять не выявили. Выполнили еще раз МРТ, очаг сохраняется, и тоже ПАРАЦ-4. Давайте посмотрим на этот очаг. Опять же, в левой доле предстоятельной железы виден гиперинтенсивный очаг с нечетким контуром, который гиперинтенсивен на диффузионно-звежечных изображениях, ограничивает диффузию и рано накапливает контрастный препарат. Ему тоже провели биопсию. При гистологии пришла сумма баллов по галлисону 7, 3 плюс 4. Еще пример позвольте. Пациент с колеблющимся уровнем ПСА от 3,5 до 8 нг мл в обе стороны. Выполнили МРТ, и в периферической зоне левой доле предстоятельной железы выявили очаг, подозрительный на клинически значимый рак. МРТ выполнялось не в нашем учреждении, тут не хватает диффузионно-звешенного изображения, но есть и КД, поэтому, в принципе, можем оценить. На Т2 в взвешенных изображениях в периферической зоне левой доли предстоятельной железы умеренно гипоинтенсивный очаг визуализируется, который умеренно ограничивает диффузию и умеренно гипервоскулярный. Пациенту выполнено несколько прицельных выстрелов, ну и плюс системная биопсия тоже с довольно неплохой сопоставлением. И, тем не менее, рак не выявили. Пришли данные о том, что это хроническая воспалительная инфильтрация, и тем самым фьюжн-биопсия позволила исключить опухолевое поражение у пациента с довольно большой уверенностью. Итак, когда же показана фьюжн-биопсия? Во-первых, это очаги передней и верхушечной локализации. Почему так? Ну, что касается верхушечной локализации, довольно часто просто при системной биопсии этот участок не подвергается биопсии, опухоль пропускается только в связи с самой методикой слепой биопсии. А что касается передней локализации, то эти участки действительно обычно недоступны просто обычной системной биопсии. Игла просто до них не достает. Это как минимум только такие базовые, безусловно, параметры, которые уже позволяют рекомендовать фьюжн-биопсию для опухолей именно данных локализаций. А также это небольшие по размерам очаги, в АРАЦ 3 или 4. Ну, к этому пункту можно также отнести очаги, невизуализируемые на УЗИ. Однако, если очаг, в принципе, 8 мм на МРТ, то на УЗИ мы, скорее всего, в принципе, его не увидим. И поэтому лучше сразу же пациента записать на фьюжн-биопсию и сразу же провести фьюжн-биопсию, чтобы заранее не делать лишних УЗИ-исследований. И также показания – это повторная биопсия. Повторные показания для фьюжн как повторной биопсии четко также прописаны в рекомендациях Европейского общества урологов. А когда фьюжн-биопсию делать нельзя? Нельзя делать фьюжн-биопсию у пациентов с электрокариостимуляторами. Ну, данным пациентам, в принципе, МРТ нельзя делать. Но фьюжн-биопсия может основаться также на других, совмещаться УЗИ с другими, это не только МРТ. И поэтому важно учитывать, потому что при фьюжн-биопсии также создается локальное электромагнитное поле, которое может нарушать работу приборов электрокариостимулятора, искусственного диетеритма. И когда фьюжн-биопсия не показана? Не показана она при большом распространении опухоли, особенно при ее преимущественно задней локализации, когда при системе биопсии мы, скорее всего, в любом случае попадем в опухоль. А также, когда опухоль визуализирована на УЗИ, но довольно большого размера, когда мы точно уверены, что данный очаг на УЗИ соответствует той опухоли, выявленной на МРТ, о которой мы говорим. Итак, в заключении хотелось бы сказать, что методика фьюжн является тем самым компромиссом всяких положительных сторон мультипараметрического магнитного трансфернографии и транспектального курсового исследования, которое при соответствующих показаниях является наиболее оптимальным способом всякие биопсии. Это наиболее достоверный способ именно по помощи биопсии исключить рак у пациента, если его нет. Или, если это рак сложной какой-то локализации, это возможность не отправлять пациента на повторные биопсии, что несет за собой временные экономические затраты пациента. Ну и в любом случае любая инвазивная методика, это невозможные риски. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Ильич. Доступно о сложном, да? Так что больше специалист в области фьюжн биопсии, это кто? Ультразаковый специалист? Это МРТ специалист или это уролог? Я бы сказал здесь примерно все поровну в плане того, что, безусловно, нужно понимать, какие изменения мы видим на МРТ. Безусловно, общение может существовать, если это уролог, и со специалистом МРТ, который покажет некий очаг. Но когда идет совмещение, онлайн все-таки нужно тоже ориентироваться, когда что. Что касается ультразвука, тоже нужно понимать, где мы видим какое образование, где кистук, где урел гиперплазии и так далее. Что касается биопсии и принятия тактики во время каких-то нестандартных ситуаций, у пациента, допустим, подошел отек клетчатки парапазитической после биопсии. Что делать? Как поступать? Тут тоже нужно понимать и ориентироваться в этом. Поэтому тут, мне кажется, желательно наличие понимания во всех этих отраслях. Такой дипломатичный ответ. Спасибо большое. Другого не ожидал. Но вопрос остается дискутабельным. В рамках нашей аудитории, а вообще в рамках МРОО, сообщества медицинского, кого легче научить фьюжн-биопсии уролога, научить. Он хорошо сделает биопсию, может делать биопсию с закрытыми глазами. Многие урологи достаточно хорошо ориентируются в ультразвуковом изображении. Это не секрет. Но для мультипараметрической МРТ пока не все урологи готовы ее оценивать. И они в большей степени, конечно, ориентируются на те данные, которые предоставляют им специалисты магнит-резнаса, томография. И я встречал и общался с такими специалистами у нас и видел их презентации. И у меня такое складывается ощущение, что они не всегда понимают это изображение. Да, конечно, хотелось бы, чтобы специалист, который делает фьюжн-биопсию, он понимал мультипараметрические изображения и ориентировался в них, ну, в принципе, не так глубоко, как врач-радиолог, опять же, который специализируется, да, урорадиолог, но вообще понимал, где норма, а где не норма. Вот. Или это врач ультразвуковой диагностики, который может выполнять, и зачастую такие ультразвуковые специалисты в онкологических учреждениях особенно, они выполняют биопсии в принципе, да, их наделяют такими полномочиями, проводят подготовку, и они выполняют все биопсии, да, и хорошо ориентируются в ультразвуке, имеют базовые навыки проведения биопсии, во всяком случае, поверхностных органов, и его осталось только научить проводить специфические биопсии, там, трансректальные, и изображения читать магнитризонанса томографии. Любые пути на этом, пути реализации этой проблемы, они доступны, и зачастую зависят от мотивации самого специалиста, который хочет или не хочет этим заниматься, я так скажу, наверное. Вот этот, наверное, ответ, да. Спасибо большое. Я обращаюсь к аудитории, и обращаюсь к аудитории, которая нас слушает на удаление, от вас вопросов нет почему-то, да. Наша техническая служба подтверждает, контакт есть, и мы готовы получать вопросы, их здесь обсуждать. Дело подходит к концу нашей теоретической сессии, да, я бы хотел, пока готовятся вопросы из аудитории, и хотел бы вообще поставить под сомнение практическую часть. Вообще, нужно ли сейчас практически доказывать, что фьюжн-биопсия работает и хорошо работает? Нет, пациент пришел, нужно сделать. Нет, только из-за того, что пациент пришел. Ладно, я к тому хотел сказать спасибо большое, Александр Викторович, вам, что после вашего выступления, в общем-то, если кто-то и сомневался в том, что нужно фьюжн-биопсию делать или нет, сейчас таких сомневающихся, наверное, единицы остались. По-прежнему нет у нас вопросов из дальних наших, я имею в виду дальних подключений, но есть ближнее подключение в аудитории, и дальнее там. Хорошо, давайте. Дмитрий Леонидович, вы как лектор, давайте. Спасибо за доклад. У меня вопрос по конкретному примеру был. Пока значок в левой доле переходной зоны. Покажите, пожалуйста. Сейчас нас выведут в презентацию. Все помнят. Двухсантиметровый очаг в переходной зоне, явно отличающийся от аденомы. В чем была конкретно необходимость делать именно фьюжн-биопсию? Фьюжн-биопсию передняя локализация. Да-да, ну, передняя, но, в принципе, МРТ может дать глубину залегания очага, размер очага. Прицельно нельзя было без фьюжн-биопсии. Привозил не визуализировался в примере. Я показывал. Хорошо, я понимаю. И поэтому, да, чтобы для точности, чтобы... То есть чисто из тех... Ну, потому что мы должны быть уверены, что возьмем, ну, что пациенту подтвердим то, откуда берем. Вот и все. Нам нужна же верификация. Поэтому, то, что вы видите, об основной точностью. То есть вопрос под ковыркой. Прицельный вот вкол нельзя было сделать в этой зоне? Без того, что по УЗИ мы не видим, но это риск того, что мы не пойдем туда, куда хотим. Понял, спасибо. То есть я хочу конкретизировать ответ, да, Александр Ильич, так его сжал более кратко. Наша задача на сегодняшний момент при проведении биопсии не является подтвердить, есть здесь рак или нет рака. Наша задача получить наиболее измененный материал, который будет соответствовать тем аспектам, характеристике агрессивности процесса. Попасть в край этого очага достаточно большой. Попасть в край и получить 3 плюс 3 никакого проблемы для слепой биопсии не составляет. А попасть в центр очага, попасть в его наиболее измененную часть этого очага и получить какой там 7? 7, 4 плюс 3. 4 плюс 3. Это уже существенно поменяло перспективу этого пациента. Он ушел совершенно в другую группу стратификационную. Ему совершенно по-другому будет предложена тактика его введения и различные технологии воздействия на этот процесс. Если дальше 3 плюс 3 могли бы при прочих равных условиях уйти на наблюдение, то здесь ни в коем случае наблюдение ему не будет предложено. Ему будет либо предложена лучевая терапия, либо предложено радикальное лечение. Это уже агрессивный рак. Вот в этом плане. Так, еще. Пожалуйста. Александр Викторович, спасибо за прекрасное сообщение, за прекрасный доклад. Первый вопрос. Вот в рутинной практике, когда поток пациентов идет на фьюжн биопсию пристательной железы, вы придерживаетесь показаний, которые вы озвучили в слайд-риду. Я являюсь врачом отдельно-лучевой диагностики. Или всем желающим. То есть ко мне направят урологи на биопсию, ко мне направят урологи, то есть я не веду отбор пациентов, они придерживаются, безусловно, по показаниям, потому что у нас есть урологи, которые амбулаторно выполняют тоже биопсию, не фьюжн, а системную биопсию, но иногда когнитивный фьюжн делают, то есть смотрят МРТ и потом по памяти, грубо говоря, делают прицельные выстрелы, очаги, которые запомнили. Но это есть и большие очаги, потому что если маленький очаг, то обычно присылают. Если большой, то нет, в поликлинике амбулаторные наши урологи сами делают биопсию. Второй вопрос. Фьюжн биопсию, когда пациенты приходят на потоке, это делается и госпитализируете? Нет, амбулаторно. Амбулаторно. Не оформляете никакую карту, просто по полюсу? Да, это платная услуга, он платит, и все, как там заведена, он приходит, естественно, с рассмотром уролога, есть рекомендация биопсии. И сегодняшний пациент тоже амбулаторный, кстати. Биопсия предстательной железы, не поставив мероприятия, возникают периодические осложнения, как вы, если осложнение возникает, задержка кровотечения и госпитализируете? Ну, скажем так, слава богу, еще не было никаких осложнений за все это время, таких требующих госпитализации. Обычные осложнения, ну, небольшая гематурея, в чьи некоторого времени не требующих каких-либо дополнительных вещей, и все. Это очень хорошо. Замечание то, что фьюжн биопсии – это небольшое количество вколов, и вероятность осложнения значительно снижается при этой ситуации. Понятное предприятие, что все-таки мы обычно дополняем, конечно, фьюжн биопсию системными вколами, да, но, ну, да, безусловно, кстати, что касается повторной биопсии, безусловно, в рекомендациях Европейского общества урологов, в принципе, при повторных биопсий рекомендаются делать только прицельные вколы, потому что системно уже сделано, по большому счету, и это не требует счета дополнительного. И по стоимости сколько стоит? Ну, знаете, тут, наверное, лучше в регистратуру обратиться с этим вопросом, я только пишу код пациентам, а они уже идут в регистратуре, все эти вопросы решают. Ну, я считаю, что, ну, может быть, врачу не стоит знать о той ценности, денежном эквиваленте тех манипуляций, которые он выполняет, это его отвлекает, зачем эта ему информация нужна, поэтому тут сложно. Для этого существует регистратура, экономические отделы и так далее, они рассчитывают, они все это делают. Еще один вопрос, Дмитрий Ильинич. Ну, специально для вас я могу сейчас узнать, наверное. Присистемные биопсии являются ли, скажем так, вот приходит ответ, биопсия, я с конца начну, с биопсии пациент пришел, у него написано столбик номер один, такой-то там, и там в каком-то седьмом столбике или там в девятом, там глисон там восемь, не расписано право-лево, там и так далее. Можно ли, все ли стопроцентно урологи и те, кто выполняет биопсию, делают ее в том порядке, которым надо, то есть там первый столбик это стопроцентно будет этот, там правая доля, верхушка, не верхушка, там и так далее. Значит, эта схема где-то соблюдается стопроцентно? Сто процентов среди всех урологов она не соблюдается. У своих пациентов я четко схему печатаю, у меня написан каждый столбик, откуда взят в буквенном варианте, и даю схему пациенту, схему ПРАСТ, так как отмечаю номера в колах, какой в кол откуда взят, и... Это направление на исследование. Безусловно, я пациенту даю на руки, чтобы он потом... А и ответ. Не всегда почему-то вот именно в ответах нету иногда вот этой информации. В ответ, это направление на гистологию, так в том числе прописываю все в буквенном варианте, откуда что взятое, плюс пациенту на руки даю тоже схему, и гистологам даю, и пациенту на руки, чтобы он пришел к урологу, ну, специалисту и тоже показал. Ну, и как я понял по вашему ответу, нету таких вот стопроцентных критериев, вот первый столбик берем из этой области. Среди урологов нет, у меня есть, ну, как мне становится схема, если я для себя делаю. Для себя делаю. Да, только для себя. Ну да, мы действительно столкнулись с проблемой, когда пациенты приходят из других лечебных учреждений и сопоставляем данные биопсии, и не всегда схема биопсии, она соответствует принятой биопсии в нашем лечебном учреждении, да, это тут надо отдать должное, то есть есть вариации, особенно если дополнительные вколы какие-то делаются и так далее, тут уже очень сложно сопоставить. так, поэтому вот эта вот система отражения на карте паэрац, где, откуда взят этот образец ткани и фиксирование в протоколе забора материала, это очень важно. Потом патоморфологи напишут образец номер один такой-то, образец номер два такой-то, и ты легко можешь сопоставить потом, где, откуда был забран материал. Так, еще есть вопросы? Пожалуйста. Такой момент по методике. Вот если мы на схеме паэрац, то, что у нас представлено, то получается вколы должны проходить, вы перпендикулярно прокалываете вколы? Да, практически. Вот, а когда я вот на биопсии ходил со своими урологами, они делают совсем по-другому. Они от верхушки простреливают, то есть, допустим, идет прострел как бы от верхушки, веерообразно они проходят, то есть, прицельно обозначают, ну, сначала идет прицельный очаг, то есть, который мы определили, они берут из него, а потом уже системную биопсию делают как бы веерообразно. То есть, в этом может быть иногда вот отличие по локализации, просто вроде бы там справа как бы вкол идет один, и там получается, что смещение вот еще из-за этого может происходить. То есть, идет не просто прицельно каждый раз, да, вот от верхушки, и они как бы прокалывают веерообразно практически через одну и ту же точку. Ну, скажем так. Ну, вот, по крайней мере, я это видел своими глазами, как это делается. То есть, не подходит, например, к базису, да, прокололи, да, там, а потом чуть-чуть ближе, еще прокололи, еще. Это просто, чтобы у нас вот представление у лучевых диагностов было немножко, то есть, оно очень сильно отличается. Тут вот такой момент еще может быть. Да, безусловно. Ну, в любом случае, конечно, стараемся делать перпендикулярно, особенно перпендикулярно МРТ срезом, потому что мультипараметрическое МРТ выполняется, ну, естественно, значит, что перпендикулярно именно оси простаты. И как раз получается, что прямая кишка, потом покажу, как раз буду демонстрировать сегодняшний пациент на стоят, покажу, там будет сагитальный срез МРТ. В общем, грубо говоря, по прямой кишке датчиков как раз и упирается практически перпендикулярно простату. И, в принципе, делать чисто из верхушки можно, конечно, но просто даже чисто технически удобнее это перпендикулярно. Ну, то есть, заключается вывод этого комментария в том, что мы должны сопоставлять и находиться в таком тесном контакте с врачами-урологами, которые выполняют биопсию, с патоморфологами, которые эту биопсию патоломонализируют. И вот этот вот контакт, он должен. Мультидисциплинарный подход, он на сегодняшний момент времени это своего рода фьюжн, да, или своего рода мультипараметрический подход, да, то есть мы информацию должны концентрировать и сопоставлять, да, и только тогда вот при анализе этой информации мы получим достоверные данные о своей эффективности в принципе работы. Хотя еще хочу добавить, можно, что по поводу, конечно, верообразность, в некотором случае есть и при такой биопсии, потому что мы с датчиком заходим по прямой кишке, и мы, естественно, перпендикулярно сдвигаемся по оси, просто в некотором случае некий наклон есть, то есть это есть. Но это все в аксиальной плоскости. Да, примерно, да, ну то есть это немножко верообразность есть, конечно. Так, еще есть вопросы? Ну, я хотел сказать, что у нас остался вот этот дискутабельный вопрос по поводу ультразвука, у нас наш участник вот на втором ряду хотел, наверное, своим опытом поделиться и рассказать. Нет? Нет? Да, давайте, давайте. Я же обещал, что дискуссия будет, у нас время было отведено о дискуссии, мы тогда Александра Викторовича поблагодарим еще раз. У меня презентация есть по представлению пациента, буквально два слайда, то позвольте потом. А мы презентацию перед перерывом сделаем или после? А какому-то я просто говорю, что она есть и что я готов. Хорошо, как вам удобно. Ну, пока могу показать, а потом уйти. Как удобно, давайте мы... Чтобы я уже буду в хит-костюме потом, чтобы уже не бегать. А я думал, Роман Андреевич, нет? Роман Андреевич представит, нет? Да, лучше, может, я сейчас... Хорошо, ладно, тогда давайте сейчас дискуссия и представление пациента, как такой будет анонс того, что мы увидим после обеда. Пожалуйста, тогда, Александр Викторович, тогда потом мы... Да. При доплеревских режимах можно использовать уголонезависимый режим. На некоторых аппаратах есть B-Flow, X-Flow. Он дает немножко больше информации, даже чем энергетический доплер. Ну, это просто дополнение. И еще в докладе прозвучало какое-то было прилагательное грубое, УЗИ не грубое, УЗИ, то есть трансабдоминально-трансректально. Трансректально можно делать совершенно безболезненно. Главное дождаться полного расслабления. И тогда... Просто это в плане диагностики иногда бывает на УЗИ. Так и пишут в заключении. Не удалось из-за болезненности. Там какая-то такая ремарочка идет. Всегда можно зайти и посмотреть. И главное подождать и успокоить пациентов. И по методикам... Ну, вот, наверное, про эластографию я сказала. И в B-режимах мне показалось, что некоторые снимки были недостаточно четкие. То есть я хотела спросить, какой аппарат у вас. Потому что можно гораздо более четкие изображения получить, настроить, фокус, частоты. Ну, и многие другие параметры, чтобы получить более четкое изображение. Хорошо. Ну, я понял, есть претензии по поводу изображений, которые представлены. А по вашему представлению о роли ультразвука, оно соответствует? Да, конечно. Нет, конечно. То есть вы согласны, что ультразвук здесь все-таки ограничен? Нет, это само судно. Ваше заключение о том, что вынуждены делать то, что вынуждены делать, по большому счету, тоже на самом деле это наше желание. Как вы говорите, желание провести трансфектальное исследование. А здесь желание провести полноценную диагностику должно быть. Не самоцель провести что-то и показать картинки пациенту его предстательной железы. Где играемся мы параметрами, не играемся мы параметрами, качество изображения. Мы будем то, что мы не видим, будем это более четко не видеть. Да, мы будем видеть более четкие характеристики структуры предстательной железы. Но что они за собой скрывают, к сожалению, в большинстве случаев мы сказать не сможем. И только лишь мультипараметрическое МРТ нам позволит либо прицельно охарактеризовать тот участок, который был выявлен на мультипараметрическое МРТ, либо сопоставить его. И нам удастся более четко его визуализировать при мультипараметрическом, опять же, ультразвуковом исследовании. Ладно, есть еще желающие, так сказать, подытожить то, что мы услышали в этой сессии, утренней сессии, посвященной теоретическим основам фьюжн-биопсии. Мы начали свой разговор вообще с урологических нюансов ведения пациентов, кому, когда и как, какие исследования на основании чего и какие лечебные манипуляции выполнять. Потом достаточно такой существенный, считаю, блок патоморфологических разборов различных сложных ситуаций верификации опухоли предстательной железы. Естественно, не обошлось без подробного изложения правилов сканирования, правил интерпретации МРТ, ультразвуковые технологии и как венец, да, вишенка на тортке. Это вот фьюжн-биопсия, которая сливает все вот эти нюансы, которые были изложены до этого. Я думаю, что полно и достаточно подробно была разобрана вот эта вот проблема визуализации изменений в предстательной железе. И обозначен короткий путь до гистологического диагноза. Я тогда благодарю всех выступающих, которые были здесь в этой сессии. Достаточно хорошие и очень добротные лекции, лекционный материал был предложен. И действительно, это достойно такого, ну, любого формата, уровня, во всяком случае, общероссийской конференции. Там бы достойно эта сессия бы смотрелась. Ну, тогда мы, Александра Ильича, просим доложить... Кстати, нету. Вот наши удаленные подключаемые, подключившиеся слушатели скромничают и не хотят задавать вопросы. Еще раз обращаюсь к ним. Давайте послушаем о пациенте, который предстоит... Вкратце расскажу о пациенте. Пациент, каких-то специфических жалоб у него нет. Сдал общий ПСА и выявлено его повышение до 23 анаграмм на миллилитр. Выполнил в связи с этим мультипатометрическую магнитно-резонанскую томографию. И что мы здесь видим? Вот сагитальная плоскость. Т2-звешенное изображение. Виден очаг с нечетким контуром, гипоинтенсивный, который прилежит к мочевому пузырю, к шейке. Вот сзади от шейки мочевого пузыря довольно глубоко расположен. Вот это аксиальная плоскость. Здесь вот взял самый край практически очага, чтобы было видно. Гипоинтенсивный очаг на Т2-звешенных изображениях. Это именно и пузырьки видны. То есть он практически вот с самого основания, этот мочевой пузырь. Также на диффузионно-звешенных изображениях гипоинтенсивен. Гипоинтенсивен на ИКД. И накапливает контрастное вещество довольно активно. Вот, соответственно, в этот очаг мы постараемся попасть сегодня. Ну и дополним системной биопсией, безусловно. Еще вопросы есть по этому пациенту? А все корчетки мы сегодня посмотрим во время прямого эфира. Не, не, не. Размеры как ячега. Размеры 22 на 18 метров. Есть, по 1-5. Нет, вообще никаких биопсий не было еще. Ну, давайте порассуждаем, Александр Ильич, спасибо большое. Порассуждаем, вот почему это... Не, 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 не выключайте, не выключайте. Почему сразу рассматривается вариант фьюжн биопсии? Мы уже говорили о том, показания, да, это передняя локализация, верхущая локализация. Но здесь не передняя локализация, да, и здесь не верхущая локализация. Это достаточно высокая локализация, прям рядом с узлами гиперплазии, приподнимающие воронку мочевого пузыря. И при определенных технологиях забора, системного забора тканей, вот как наш коллега говорил, вот это снизу вверх, игла бы точно не достала до этой зоны. При традиционном заборе, аксиальном заборе, обратите внимание, это четко срединная плоскость расположения узла. А при заборе материала урологи чаще всего выполняют эту манипуляцию, они, или тот специалист, который забор делает, они также радиальную такую направленность выбирают, чтобы исключить зону уретры, да, чтобы меньше вызвать какие-то проявления, там, осложнений, гематурии и так далее. Вот это травмирование парауретральной зоны уретры очень нежелательно. Поэтому в этой локализации тоже при традиционном заборе на разных уровнях тоже возможно либо частичный забор обхолевой ткани, и тогда сумма глисон будет явно ниже реальной, либо совсем не попадет обхолевой ткани в образцы биопсийного материала, и, соответственно, диагноз не будет верифицирован. Вот поэтому мы выбрали специально такой сложный случай, нетрадиционный случай, это редкая локализация, но, тем не менее, признаки мультипараметрической МРТ крайне подозрительны на наличие или на вероятность верификации обхолевого процесса.